здравствуйте друзья сегодня у нас 27 мая пятница и как будто послушав наше вчерашнее общение с вами или сегодняшние кто когда его увидел cnn сообщила со ссылкой на несколько высокопоставленных сотрудников администрации сша о том что в начале следующей недели администрация готовится объявить о новом крупном пакете помощи военной помощи украине частью которых станут поставки ракетных систем залпового огня как раз то что так в чем так остро нуждается украина пока не ясно станет ли этот пакет частью вот тех 40 миллиардов долларов которые утвердила администрация недавно то ли это будет land lease но понятно что эти ракетные системы запового огня будут взяты из запасников пентагона насколько я понимаю подготовка украинских военнослужащих для работы с этими системами она уже началась некоторое время назад таким образом задержки в два месяца а это необходимо для освоения работы с этими системами должно не быть то есть по идее сразу по прибытию они смогут начать работать по целям прежде всего наверное в восточной украине одновременно свои соображения по этому поводу высказала и великобритания борис джонсон дал интервью изданию bloomberg в котором он сказал что запад должен постоянно неуклонно оказывать военную помощь украине том числе с тяжелыми системами вооружения и в частности ракетными системами залпового огня по поводу общей так сказать стратегии вот в этой войне который ведет российская федерация против украины он вас ему был задан вопрос а как насчет мирного урегулирования на это джонсон ответил представьте крокодил схватил вас за ногу и начинает ее жевать пока вы будете вести с ним переговоры он съест вас совсем заживо этому человеку этому парню нельзя доверять абсолютно он не заслуживает никакого доверия поэтому переговоры с ним бессмысленны в таком же ключе высказалась и министр иностранных дел лист раз которая провела переговоры с министром иностранных дел чехии по ее словам она высказала две важные мысли первое что запад должен готовиться к длительной войне длительному противостоянию путину и россии это очень важная мысль потому что запад прежде всего европа у нее есть такая слабость она не склонна скажем так длительному напряжению помимо скажем так экономики то страна с континента после второй мировой войны он он расслабился покрылся жирком постарел стал дряблым в этих условиях как-то противостоять длительное время жить напряженности ну они уже разучились по словам рестрас выхода нет возвращение обратно нет надо готовиться к длительному противостоянию а это значит необходимо оказывать финансовую и военную помощь украине вторую важную мысль которую она высказала не должно быть никаких разговоров о умиротворении путина и о прекращении огня в этих целях даже прекращение огня не говоря уже о всевозможных там террориста и территориальных уступках или подарка выпада подарков путину она тоже сказала что запад должен поставить украине современное западное оружие и постепенно вести дело к тому чтобы полностью заместить те системы советского образца которые еще имеются на 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 вооружение украины оружием натовска натовского по по натовским стандартам с тем чтобы полностью перевести украину на натовский стандарт и сделать абсолютно независимую независимой от боеприпасов советского образца который имеет тенденцию иссякаки которые на украине на территории украины не производится а в странах восточной европы которые вошли в нато их уже крайне мало значительную часть они уже отдали поэтому вопрос стоит достаточно остро о переводе вооруженных сил украины на натовский стандарт сегодня также привлекла мое внимание статья в нью-йорк таймс привлекла потому что буквально несколько дней назад мы с вами обсуждали передовую нью-йорк таймс которая дело наделала немало шума прежде всего в украине ну какой-то степени в российской федерации поскольку там нашли многие читатели там можно было найти все потому что она была такая витиеватым языком написано некоторые нашли там предложение что надо умиротворить путина путем значит оказать давление на украину чтобы она пошла на выступки там и так далее на этот раз статья в нью-йорк таймс была написана как бы извиняющимся языком типа нас неправильно поняли но газета опять-таки объясняет рассказывает что есть разные точки зрения о том как может продолжаться война чем она может закончиться и что фундаментальный вопрос сейчас который разделяет западных союзников состоит в том как поступить с россией потому что с одной стороны россия отрезается от всего западного мира экономически отрезается в плане поставок ее энергоресурсов и вот в этой ситуации что с ней делать то есть соединенные штаты настаивают на то что россию надо ослабить прежде всего но это дипломатический термин который обозначает фактически военное поражение с тем чтобы она не имела бы в обозримом будущем возможности угрожать соседним странам для этого необходимо укреплять трансатлантический альянс на то и частности значит стратегия заключается в том чтобы послать всему миру и путину частности сигнал что агрессия не вознаграждается территориальными приобретениями это фундаментальная позиция за агрессию нельзя платить подарками в виде захваченных территорий это в частности ответ генри киссингеру на его недавно высказанную идею ну и самое главное что все это вместе взятое это серьезный месседж китаю а китай как мы знаем противостояние с китаем это главный вектор политического развития 21 века таким образом украина вот встроена во всю эту систему и с моей точки зрения нет никакого шанса на том что ее сольют и и придадут потому что слишком много построено вокруг того что агрессор не должен выиграть эту войну но с другой стороны газета пишет что ну есть другие не то что альтернативное мнение есть другие нюансы которые заключаются в том что да он должен понести поражение этот кремлевский затворник однако нельзя его унижать но унижение такое слово которое имеет широкие широкую философскую коннотацию я бы так сказал его можно трактовать так можно сяк можно вести дискуссии никто сейчас не ставит вопрос о необходимости его унижения ставится вопрос о его поражение существенным военным поражением вот собственно и все и резюме которое подводит газета что тоже очень знаменательно что в конечном итоге только одна страна которая будет решать конечном счете этот вопрос на каких условиях будет заканчиваться война с россией это украина и никто не смеет давать ей советы тем более советы о подарках подарках агрессору такая вот ситуация господа ясно понятно и тут по моему не должно быть никаких других вопросов о территориальных уступках украины сегодня также я бы сказал некие некое замешательство в информ пространстве российской федерации имела статья из итальянской газеты коррера которая на ссылки со ссылками на свои источники описала тайный план который в настоящее время разыгрывается великобританией вместе с украиной согласно источникам газеты в апреле по моему это было 9 апреля когда пример джонсон побывал в киеве он сделал предложение президенту зеленскому согласно которому необходимо есть смысл образовать новый европейский новое европейское сообщество в которые войдут великобритания украина польша эстония латвия литва и возможно на каком-то последующем этапе к этому присоединиться и турция то есть свое рода я бы назвал это как бы отпочкование от нато традиционность традиционной организации нато отпочкование от нее от нее восточного фланга превращение его в самостоятельную политическую военную и экономическую организацию смысл этого как это трактует каррера дала сера то есть туманный альбион пытается половить рыбку мутной воде поскольку великобритания вышла из евросоюза она хочет упрочить свои позиции теперь в отношении его евросоюза вот путем такого своего рода раскола есть свои минусы но во-первых неизвестно как этому отнесутся предложению страны балтии и и польша пока ничего по этому поводу вроде бы не сказала папа по информации итальянцев есть еще один еще одна проблема то есть финансовом плане эта организация будет гораздо слабее чем евросоюз украине нужны будут деньги на восстановление и если противостоять противопоставить это новая организация противопоставить себя евросоюзу то украина может оказаться в проигрыше поскольку финансовых ресурсов будет меньше но это так итальянцы вот они в основном это все трактуют с точки зрения амбиций британцев и с точки зрения экономических взаимоотношений внутри евросоюза и британии с евросоюзом но если это трактовать чисто военной политической области этого вполне возможно имеет смысл потому что оно очевидно что внутри на это на то есть сторонники то есть прошел какой-то водораздел между сторонниками очень жесткого курса по отношению к путинской россии и это вот как раз те страны которые я вам только что назвал и которые назвал судя по каррера дала сера который назвал джонсон зеленскому и есть страны другие которые чувствуют себя но поскольку теперь появился восточный фланг нато вот видео в составе бывших стран восточного блока традиционные европейские страны какие германия франция которые раньше были как бы близки близко соприкасовались с странами варшавского договора советского с советским союзом то есть вероятно смысл вот этим странам восточной европы сделать своего рода мини нато внутри нато для того чтобы обеспечить свою безопасность так как они считают необходимым ну и дальше значит по мнению газеты многое будет решать предстоящее заседание евросоюза 23 июня где по идее должна быть рассмотрена заявка украины на получение статуса кандидату члены ес но и дальше в зависимости от того что произойдет если потому что есть противники допустим с албания некоторые страны которые образовались на территории на осколках бывшей югославии которые давно ждут этого статуса им не дают и они будут недовольны если украина так быстро это все получит короче говоря от исхода вот этого заседания совета нато 23 июня будет зависеть дальнейшая судьба вот эта идея формирования или не формирования нового союза в составе великобритании украины и других названных мной стран я бы сказал еще вот что знаете в той структуре которая сейчас организуется в мировом так сказать масштабе прежде всего против китая лидирующую роль играют англосаксы и это видно в тех союзах которые они формируют это прежде всего а укус то есть это соединенные штаты великобритания австралия канада и вот они именно англосаксы призваны играть более серьезную роль противостояние китая и в политической военным экономическом плане вплоть до какой-то дискриминации в отношении других стран европы и других даже стран нато как допустим франция с этой точки зрения и им принадлежит лидерство и они нацелены на то вот эти стран англосаксы на то чтобы обеспечить свое лидерство в 21 веке в противовес китаю с моей точки зрения серьезный очень интересный вопрос оказаться в одной лодке с англосаксами потому что ну и в отношении с китаем да и в отношении агрессии путинской россии против украины англосаксы в отличие других членов нато и евросоюза они как-то показывают себя более сильными решительными и вообще серьезными более серьезными людьми хотел заметить вам сделать такое маленькое замечание не замечание в плане выговора маленькое замечание то что я вижу происходит вокруг с некоторой озабоченностью я заметил что картинка в американских на американском телевидении о войне о агрессии путина в украине ее стало меньше она стала исчезать ну понятно вообще у американцев считается новость живет 24 часа вот ее срок жизни после этого она исчезает история о войне в украине на территории украины она уже идет длится более трех месяцев есть опасность что зритель устанет каждой компании есть рейтинги телекомпании но с другой стороны эта картинка она имеет чрезвычайно важное значение для украины американские телекомпании и некоторые европейские они провели колоссальную работу за прошедшие три месяца показывая живую 24 часа в сутки 7 дней в неделю что творят орки в украине и это оказало колоссальную роль они делают очень умело профессионально и вот это все оказало колоссальное давление на американскую общественность на электорат и на налогоплательщиков это транслировалось вопрос общественного мнения а это основа политических решений которые принимаются администрации в соединенных штатов америки поэтому эта картинка так или иначе должна присутствовать одна из причин почему она начала исчезать потому что изменился характер войны раньше американские журналисты они показывали эти все обстрелы они находились в городах львов там харьков киев безусловно вели трансляции оттуда но сейчас война переместилась на восток там идут жесточайшие опасные для жизни боевые действия и я так очень подозреваю что американские журналисты руководство не разрешает им просто туда идти рисковать жизнью потому что смерть журналист американского это это может быть трагедия которая может закончиться бог знает как бог знает как отразиться на общественном мнении это деньги это деньги в конце концов в этой связи просто нужно как-то решать этот вопрос то есть повторяю картинка это по телевидению должна быть может быть не так интенсивно как вас последние три месяца но она должна там присутствует нельзя дать возможности чтобы она исчезла потому что исчезнет эта картинка избиратель долагоплательщик в сша начнет забывать о этой войне которая идет за океаном меньше то есть это отразится на опросах общественного мнения и так далее этого нужно избежать каким образом избежать но есть разные варианты допустим вот у россиян несмотря на все их недостатки у них есть военные корреспонденты часто в лице под прикрытием которого которых скрываются офицеры разведки прежде всего главного разведуправления вот такие по моему должны быть в украине и они должны работать в тесном контакте с msnbc cnn и с европейскими телекомпаниями если туда нельзя на поле боя ехать американским журналистам то туда должны ехать украинские военные корреспонденты я вспоминаю очень популярна была картинка когда бойцы полка азов которые находились в подвалах а завстали ночью сделали вы вылазку вооруженную вылазку постреляли там все это засняли и потом вернулись обратно то есть это не бог весь какая какое видео было с профессиональной точки зрения но это было прямо оттуда прямо из пекла это видео имела очень большой успех хотя снято было наверняка на iphone или на какой-то смартфон и потом поймут по интернету переданы бойцами же азова с тех подвалах того подземелья в котором они находились вот что-то так да понимаете должна быть картинка с поля боя которая должна показывать как агрессор орг творит военное преступление на территории украины это должно подогревать настроение американского избирателя налогоплательщика и оказывать благотворит благотворное влияние нужное влияние на американских политиков последняя новость из китая сегодня прозвучало о том что китайцы отказались принимать российские самолеты боинг вернее какие они российские это те самолеты боинг и airbus которые российской авиакомпании брали в лиз и после того как после введения санкций лизинговая компания это в основном компании зарегистрированы в андии и на барбудах по-моему они отказались продлить этот лиз россияне просто захватили эти самолеты зарегистрировали то есть национализировали скажем так зарегистрировали на себя и теперь значит попытались на них полетать и оказалось когда они влетели в китае китайцы сверяют оказывается у нее два гражданства одно реальное настоящее гражданство лизинговой компании а другое вот этих мародеров российских авиационных компаний которые те самолеты присвоили китайцы отказались их принимать все им закрыли что говорит о том что китай все-таки руководствуется разумом в их отношении к путину несмотря на большие надежды кремлевского гопника стратегических стратегического партнерства сложившейся ситуации с пекином у него не получается теперь этим самолетом придется летать внутри страны причем пассажирам надо понимать что запасных частей нет где они будут выпиливать на каком токарном станке когда придет срок и надо будет их менять эти запасные части неизвестно надзорный орган который следит за безопасностью полета в российской федерации он выдаст лицензии которые значительно будут иметь более низкие требования к безопасности эксплуатации этих самолетов короче говоря через некоторое время может так оказаться что летать на них будет как на летающих гробах по словам представителей некоторых российских авиалиний вполне может сложиться так что им еще летать 2-3 месяца не более другая важная информация из китая тут произошло две вещи первое выступил тони блинкин госсекретарь сша который изложил как это назвали некоторые американские сми секретную вернее близкую к тому что является секретной повесткой дня сша в отношении китая а с другой стороны практически одновременно неожиданной импровизированной но широкой для широкой аудитории государственных чиновников речи выступил пример госсовета то есть пример министра китая начнем с тони блинкина тони блинкин сказал причем удар был в обеих в обоих речах нанесен по си цзин пину тони блинкин его правильно прямо назвал к пример госсовета не назвал его но он критиковал его политику и так тони блинкин тони блинкин сказал что китай при товарищей си стал авторитарным государством внутри страны и более агрессивным во внешней во внешнем мире внешней политике главная опасность китая помимо этого заключается еще в том что становясь таким более диск более агрессивным тоталитарным государством авторитарным государством китай также пытается контролировать экономику будущего то есть те отрасли экономики мировой которые определяют будущий прогресс соединенные штаты и весь цивилизованный мир по его словам тони блинкина мириться с этим не будет и стратегия этого цивилизованного мира основу которая как я только что вам сказал составляет англо-саксы и там и украина может оказаться вместе с ними так вот стратегия состоит в том чтобы окружить китай союзами военно политическими экономическими финансовыми и так далее то есть полностью китай изолировать нельзя это невозможно это не имеет смысл но надеть на него своего рода удавку или смирительную рубашку который позволяет 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 держать его в рамках скажем так приличий вот такая стратегия соединенных штатов в отношении китая на обозримое будущее которое по свидетельству американских сми очень похоже или очень хорошо отражают так сказать секретный план США в отношении Китая для того чтобы бороться да то есть вещь идет о том чтобы изолировать Китай а для того чтобы по существу бороться с экономически финансовом плане с Пекином Соединенные Штаты планируют Развивать соответствующие передовые отрасли внутри сша Среди стран союзников и делать Соответствующие инвестиции Кстати один из этих вот передовых направлений Вопрос стоит очень остро Потому что нехватка до сих пор осуществляется это вопрос о микрочипах и о строительстве соответствующих мощностей за пределами Китая или вот той сферы того региона где у Китая сильные позиции Ну и вот примерно в то же время выступил Да Прежде чем перейду к выступлению премьера госсовета Тони Блинкина естественно откомментировали представители Китая Представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал очень примирительно Китай никогда не ставил перед собой цель превзойти или заменить США Вы чувствуете какие то есть Китай не претендует на передовые роли он не претендует на то чтобы стать первой страной гегемона в мире уже не претендует понимаете Хотя Си Цзиньпин в недалеком прошлом подавал совсем другие сигналы И Китай не собирается вступать США в конкуренцию с нулевой суммой С нулевой суммой это то что если ты не выигрываешь то ты проигрываешь История и реальность показывают что и Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации Очередная пальмовая ветвь от Китая от Пекина в Вашингтону Выступил также официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вен Бин который сказал Мы заметили что госсекретарь Блинкин сказал что США не стремятся к конфликту или к новой холодной войне с Китаем Мы это слышим и будем следить за тем что делают Соединенные Штаты Америки Но это подтверждает ту тенденцию которую мы с вами увидели и которую мы с вами обсуждаем уже ну по крайней мере месяца два-три О том что надежды Путина на то что Китай его прикроет старший брат финансово-экономически они рухнули Китай не пойдет на конфронтацию с Соединенными Штатами из-за Путина Не будет помогать ему прежде всего в военном плане это совершенно исключено надо полагать Ну и в плане серьезного не будет использоваться в качестве серьезной финансовой экономической подпитки Одновременно как я вам сказал выступил Ли Ки Цан это премьер-министр или премьер госсовета Китая Выступил он внезапно по видео перед огромной аудиторией китайских чиновников по всему Китаю Он говорит что последний раз такое массовое обращение широкое было сделано несколько лет назад и сделал его товарищ Си Когда была объявлена борьба всемерная борьба с коронавирусом Вот сейчас это второе И это выступление оно как бы вошло в конфронтацию с той политикой которую проводит товарищ Си Поскольку товарищ Си и госаппарат до последнего времени весь госаппарат, все государство Китая Было направлено на жесточайшую борьбу с ковидом и на то чтобы обеспечить нулевую терпимость к ковиду Вот это жесточайшую изоляцию очагов ковида которое привело к очень тяжелым экономическим последствиям Так вот Ли Ки Цан выступил и сказал что ковид ковидом но надо прекращать с этим делом надо что-то думать экономики Поэтому на первое место сейчас должна быть экономика а на втором нулевая терпимость к ковиду И это повергло в шок всю государственную структуру Китая Поскольку там привыкли что сверху спускается одно указание и все тружно взявшись за руки его выполняют Теперь два указания с одной стороны традиционное до последнего момента это указание бороться с ковидом экономика потом на втором плане Теперь вот пример говорит что надо делать иначе И все в шоке и все не знают что делать но помните я вам говорил ссылаясь на некоторые средства массовой информации Которые говорили что судя по всему в Китае принято решение о том что Си Цзэнпин не будет переизбран на третий срок То есть не произойдет того что еще два месяца назад считалось делом совершенно решенным И об этом кстати говорил я бы рассказывал об этом в прошлом видео Джордж Сорос на Давосском форуме Который сказал то же самое что Си Цзэнпин не будет переизбран и поставил ему в вину две вещи Первое вот эту самую нулевую терпимость к ковиду А второе это его поддержка Путину Которая привела к тяжелым последствиям финансово-экономическим для Китая вот сейчас И было сообщение еще в самом начале когда только появилась вот информация о том что вроде бы Вроде бы товарищ Си чуть ли не уже отстранен от выполнения своих обязанностей То есть он формально занимает свою должность но формально то есть на самом деле уже нет И фактически страной руководит вот этот самый Ли Кецян Хотя об этом нигде пока не сообщается Ну в общем интересно то есть на лицо не знаю там перезберут его не перезберут Но на самом деле неожиданная явная какофония Свидетельствующая о возможном расколе на самой вершине китайского руководства Потому что самые же чиновники китайские говорят что они не принято Они не понимают как реагировать на два взаимоисключающих указания Исходящих в самой верхушке китайского руководства То есть это полное замешательство неразбериха Так что наблюдаем дальше как развиваются события Но все пока То есть многие факторы указывают на то Что Китай потихонечку мелкими шажками Сдает свои позиции в противостоянии с Соединенными Штатами Америки И все меньше остается у Кремля надежды Что большой брат китайский поможет в тяжелую минуту То есть агрессор, орки останутся сами с собой И вот теперь в Украину должно поступить вот это тяжелое оружие Системы запового огня, как я понимаю, они будут не последними системами Из числа тяжелого оружия Речь по-прежнему идет о том, что Путин должен понести поражение А для этого он по крайней мере должен уйти из тех территорий Которые он оккупировал с 24 февраля этого года Ну, то есть вот сейчас начинает поступать это оружие Примерно июня-июля начинают серьезно работать Западные санкции против России То есть запасники запчастей, компонентов, деталей Всего того, что оставили западные компании, которые ушли из России Закончится к этому моменту К этому же моменту должно наступить банкротство России Ну и Китай уже не помощник Таким образом, вот все это должно произвести какой-то кумулятивный эффект Который позволит начать крупное наступление по всем фронтам против агрессора Вот на этом позвольте закончить сегодняшнее видео Слава Украине, слава ее доблестным вооруженным силам Зло обязательно будет повергнуто и потерпит жесточайшее поражение И желаю всем нам удачи До скорых встреч, дорогие друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!